Всем привет! Сегодня будет история о том, как я ушаталась за два месяца материнства и как я пытаюсь это исправить. Если вы впервые на моем канале, если вдруг пропустили это видео и не знаете, то два месяца назад я стала мамой. Это был мой первый ребенок, 13 января я родила дочку, и мир, конечно, перевернулся с ног на голову. И сегодня я хочу сделать такой жизненный апдейт, поделиться с вами тем, что происходило эти два месяца последних. Ну и, конечно, будем делать с вами вот этот макияж. Это, кстати, первый макияж за два месяца. Да. И мы с вами в этом макияже будем использовать новую косметику, которой я еще не пользовалась. В том числе и вот эту вот легендарную палетку от Colourpop Glowing Coconuts. Я ее сегодня впервые попробовала, и вы знаете, у меня очень такие хорошие впечатления. Мне безумно понравился этот макияж, который у меня получился, глаз. В общем-то, да, давайте просто поболтаем, пообщаемся. В общем-то, давайте приступать. Откровенно говоря, мне даже не верится, что это сейчас происходит, потому что два месяца косметика даже не касалась моего лица. Я уже молчу про съемку видео. Когда я была беременна, я снимала вплоть до 39 недели и снимала наперед, потому что я знала, что будет сложно, я не смогу сразу вернуться к съемкам. Но я просто не представляла, насколько сложно, насколько много времени это все занимает. То есть, ну, реально ты просто привязан. И пока я сидела тут в декретах, то приходила некоторая косметика. Вот я заказывала в Colourpop вот эту палетку Glowing Coconuts. Она не успела прийти до моих родов, поэтому я ее не успела еще попробовать. Но сегодня мы с вами будем делать макияж с помощью этой палетки. И также пришла рассылка от Avon. Это их новинки. Ну, наверное, уже не новинки, я не знаю. В общем-то, это серия Show Glow. Здесь хайлайтер, глиттерный стик для глаз, потом тени жидкие. В общем-то, короче, разберемся по ходу дела. У меня вот абсолютно честно такое впечатление, что у меня не получится сейчас сделать макияж. Первый оттенок я возьму вот этот вот, который называется Coolada. И я сегодня макияж не сильно буду комментировать. Я просто прокомментирую качество теней. Ой, вроде получается. И сразу хочу вам сказать огромное спасибо за поздравление. Я получила невероятное количество теплых слов от вас. И в комментариях к тому видео, где я рассказывала о своей беременности. И в Инстаграме тоже очень много сообщений получила. Ну, в общем-то, мне было безумно приятно. Особенно потому, что первый месяц, вот когда вышло то видео, это я уже родила, я уже была с ребенком. Мне было невероятно тяжело, но об этом я позже расскажу. И ваши теплые слова, конечно, очень сильно меня подбадривали. Я вот прям на каждый комментарий старалась ответить. Классный, кстати, оттенок. Такой холодный, но в то же время не болезненно серый. Вы знаете, что я не люблю холодные оттенки на себе, потому что они часто бывают именно такими болезненными. Давайте теперь углубим складку вот этим вот оттенком, который называется Lovely Bunch. Роды, вот как все пугают там, роды, 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 роды. Я как тогда вот в том видео о беременности говорила, что я родов не боялась. Ну вот правильно я делала, что я родов не боялась. Я считаю, что я хорошо к ним подготовилась. Морально в первую очередь, физически тоже я старалась к ним подготовиться. Я изучала и там про дыхание, про вот это вот все, чтобы облегчить. И да, когда у тебя супер серьезные схватки, там тебе, конечно, очень сложно сосредоточиться и вспомнить, что надо еще дышать. Но я вам хочу сказать, что все равно, даже когда у меня были адские схватки, я все равно вспоминала, надо дышать, надо расслабляться, когда нельзя тужиться, когда нужно тужиться и так далее. Я это все все равно держала где-то там. Так, мне уже нравится, что происходит. Вот буквально два раза махнула кистью и мне уже нравится. Наверное, мне нравится, потому что я вообще такая страшная была все эти два месяца. Я как-то с братом по скайпу говорила. Он такой, да, Ира, вид у тебя не цветущий. Так, давайте теперь, наверное, возьму вот это вот Shell Year. Этот оттенок немножко такой красноватый. И это нам очень в тему, потому что от Avon этот стик, он тоже такой вот красноватый. Мне очень нравится качество этих теней. Наконец-то Colourpop выпустили палетку, которая вот такая вот действительно нейтральная. Ни вот эти вот пыльная роза, ни фиолетовые, зеленые, желтые и так далее. Боже, я такая красивая становлюсь! Дочка меня сегодня не узнает. Теперь давайте на подвижное веко я нанесу вот этот вот Dual Glow Shadow. У меня оттенок Lilac Face. Это вот такая вот штука два в одном. С одной стороны типа вот такой вот карандаш-каял, видимо. А с другой стороны просто жидкие тени. И я думаю, что я вот эти жидкие тени попробую нанести. А сверху их продублирую чем-то от Colourpop. Так вот, что касается родов, как вообще все проходило. Изначально 13-го, да, получается, января в 2 часа ночи у меня отошли воды. Я вообще спала. И тут я просыпаюсь и чувствую такой вот звук, какой-то чпок, типа что-то необычное. Но я думаю, ладно, не знаю, может показалось. Пошла в туалет. Ну, смотрю, что-то как-то мокренько немножко. Немножко. Думаю, ладно, пока я не буду там ничего себе накручивать. А у меня на тот момент уже... То есть у меня срок был 14-го января. Вот. Поэтому 13-го произошло, ну, грубо говоря, все произошло именно в срок. Кстати, тоже неплохие тени. Не слишком пигментированные, но очень даже неплохо, по-моему. Так вот, походила я, походила. Думаю, ладно, подожду минут 20, посмотрю, что будет. Ну и тут, короче, я встаю с кровати второй раз. И у меня такой фонтан просто. Ну, то есть уже конкретно отошли воды. Я уже поняла, все, уже деваться некуда. Надо ехать в роддом. Мы, конечно же, сразу собрались. И в роддоме мы были где-то в 3.30 приблизительно. У меня на тот момент еще не было схваток. У меня, кстати, и не было вот этих тренировочных схваток. Вообще Никита с меня смеялся. Говорит, ты посмотри, настоящие схватки не пропусти. Я говорю, не знаю, как они должны ощущаться. Но все говорят, что настоящие схватки уж точно не пропустишь. И теперь я продублирую вот это вот лиловое все дело вот этим вот оттенком. Конечно, все перекроется сразу, я уверена. Ой, как красиво получается. Мама моя дорогая. Вообще оттенок просто потрясающей красоты. Я потом макро постараюсь, если не забуду, покажу этот макияж. Ой, как красиво вообще. Безумно красивый оттенок. Так вот, дежурный врач меня осмотрел. Сказал, да, в общем-то, воды действительно отошли. И раскрытие у меня на тот момент уже было 5-6 сантиметров, по-моему. Такое приличное, скажем так. И мы позвонили нашему врачу. Он пока приехал, пока там все эти процедуры, пока меня оформили, пока меня подняли в родзал. Короче говоря, это было приблизительно уже, наверное, часов 5-5.30, где-то вот так вот. И приехал врач, говорит, так, ну что, в общем-то, как схватки, как все. Я говорю, я чувствую, да. А на тот момент у меня уже начались такие легкие схватки, которые, ну, я бы описала вот как боль при месячных. Вот, наверное, как-то так. И я уже думаю, да, вот у меня такие регулярные схватки, я там на приложении их отмечаю, каждые там 3 минуты или что-то такое было. Он такой смотрит, подключает меня к КТГ, говорит, что-то это схватки совсем вялые. Я говорю, да нет, нет, я их чувствую. Я ему начинаю доказывать. Он такой, не, нифига подобного. Он говорит, ладно, давай подождем 2 часа, потому что бывает после того, как отходят воды, не сразу начинаются схватки, то есть оно должно раскачаться. Он говорит, давай 2 часа, в общем-то, посиди на фитболе, там покачайся, короче, там что-то поделай. Ну, в общем-то, вдруг запустится естественный процесс схваток. Ну, и теперь во внешний уголок я вот этот вот оттенок, самый темный, натий, буду наносить. Ну, и 2 часа эти мы, в общем-то, сидели с Никитой. У меня, кстати, были партнерские роды. И Никита, кстати, сказал, что он ни на секунду не пожалел, что он пошел на роды. Хотя многие мужики его отговаривали, типа, нафиг тебе это надо, у тебя будет шок. Ты вообще потом не отойдешь, это семьи разрушает и так далее. Я вообще не понимаю, откуда это все. Ну, может быть, у некоторых мужиков есть какой-то такой страх или я не знаю что. Шок они такой испытывают от этого. Но я сколько смотрела вообще видео на тему родов, доулы разные там рассказывали, что у мужчины отцовский инстинкт включается вот как раз, если он присутствует на родах. А если он не присутствует, у него создается ощущение, что ребенок, ну, как бы появился просто из ниоткуда. И вот этот отцовский инстинкт включается только потом, со временем, если отец занимается ребенком. Ну, по крайней мере, это то, что я слышала. И, в принципе, я с этим отчасти согласна, потому что вот так вот, скорее всего, и произошло, в общем-то, в нашем случае. Через два часа пришел врач, такой говорит, нет, дела не будет, будем подключать окситоцин, то есть стимуляцию делать. Мои прекрасные темные круги под глазами сейчас быстро перекрою и поедем с вами дальше. Я окулер Caramel, кстати, использовала для этого. И, кстати, закреплять я его буду пудрой Hydra Matte от Revolution Pro. И я вам хочу сказать, это самая лучшая пудра вообще из всех, которые существуют, потому что я ее использовала даже на своей маме в возрастном макияже, и она абсолютно не пересушила зону под глазами, ну, просто вообще. И давайте на нижнее веко я сделаю что-нибудь блестящее, как я люблю, во внешний уголок вот это, а во внутренний уголок, ну, от центра вот этот вот оттенок возьму. Так вот, пока, в общем-то, мне не подключили стимуляцию, я вам обрисую ситуацию. Мы сидели, смеялись, общались, там, представляли, ой, сейчас у нас родится ребенок, мы там селфи делали, короче, фоткались. Ну да, периодически мне было так очень неприятно, Никита мне массировал спину, для того, чтобы облегчить схватку. Ну, в общем-то, мы очень были в таком бодром, позитивном настроении. В 8 утра приходит врач, говорит, дела не будет, подключают мне стимуляцию, и в 8.05 я понимаю, что он имел в виду, когда он говорил, это еще не схватки, что с таким раскрытием. А на тот момент, кстати, он, перед тем, как подключать вот это в 8 утра стимуляцию, он посмотрел, у меня раскрытие 7-8 уже было сантиметров. Он говорит, ты не родишься с такими схватками, это вообще не дело. А я еще думаю, может, он ошибается, но, в общем-то, все равно подключил он мне эту стимуляцию. И я сразу поняла, что он имел в виду, когда говорил, что у меня вообще никакие схватки. Потому что у меня такое было впечатление, что я вот с какого-то ровного места моментально как-то, я не знаю, упала или наоборот возвысилась на какой-то такой пик, что я просто охренела, вот по-другому не скажешь. Это, знаете, можно сравнить с тем, вот как ты на американских горках. Ты сначала, вагонетка эта долго поднимается, и ты такой, ой, блин, уже даже скучно, что-то неинтересно. И тут она начинает резко падать вниз, вот этот вот момент как раз происходит, что ты так вот так вот, и вот это вот то, что произошло со мной. Это настолько стало интенсивно, настолько больно, и сразу у меня это все с потугами началось. И я при этом помню, что когда еще нет полного раскрытия, нельзя тужиться. А у меня уже потуги начинаются, и я Никите кричу, ааа, там зови врача, потому что у меня уже потуги идут. А я не знаю, тужится мне или нет. Короче, приходит врач, говорит, так, все, давайте ее на койку эту, в общем-то. Ей уже пора рожать. И в 9.15 уже родилась моя дочка. То есть в 8 часов мне подключили стимуляцию, а в 9.15 уже, в общем-то, я родила. И я вам хочу сказать, мне кажется, я делалась вообще легким испугом, потому что, ну вот такого ада у меня было, ну грубо говоря, чуть-чуть больше часа. А есть, конечно, девочки, у которых вот этот вот адовый период с такими ужаснейшими схватками длится там часы. Вот тогда, я не знаю, вот я бы 100% брала эпидуральную анестезию. Я, кстати, родила абсолютно без каких-либо вмешательств, ну помимо стимуляции. И также мне очень повезло, у меня не было ни разрывов, ничего такого. То есть я вообще максимально хорошо родила, потому что мне кажется, опять-таки, я помнила все равно про это дыхание. И я слушала врача, у меня врач тоже обалденный. Мы его выбрали неспроста, очень хорошие, позитивные о нем отзывы. И я им очень довольна, он мне помогал. И уже спустя даже, не знаю, час после родов я себя чувствовала просто прекрасно. А через три часа после родов я уже пошла в душ, я уже вышла новым человеком. У меня вот лежит мой ребеночек, спит. И вообще у меня такой прилив гормонов, счастья. Я на седьмом небе, все, все произошло, я наконец-то не беременна. Вы меня простите, но ресницы я сегодня клеить точно не буду. Поэтому Белор Дизайн сейчас накрашу тушью, продолжу свой рассказ. Я выключила камеру, потому что не красилась никакими новинками, но решила, что зря, потому что мне еще столько есть вам рассказать. А косметики не настолько много новой. Короче говоря, на лицо я нанесла Катрис HD, потому что мне нужно все покрытие в этом мире для того, чтобы как-то нормально на себя посмотреть в зеркало и не ужаснуться. Давайте, наверное, еще возьмем вот этот Glitter Flicks Stick. У меня оттенок Flickering Gold. Это стик вот именно такой с блестками. Это даже не тени, это именно чисто блестки. И я хочу попробовать его еще сверху нанести. Мне кажется, эти тени от Colourpop и так такие блестящие, светоотражающие, что... А нет, добавляются, да, добавляются блесточки. Кстати, очень даже так симпатичненько выглядят. Муж меня сегодня точно не узнает. Вот скажет, нифига себе, я уже и забыл, что ты вообще такая можешь быть. Тоже, кстати, неплохо, если нужен глиттер в такой негеморройной форме, который вот не рассыпчатый, знаете, вот который везде сыпется. А вот такой вот в форме стика тоже очень даже, кстати, неплохо выглядит. Я возьму пока свою любимую палетку для контурирования от Essence. Так что да, вот это краткая история моих родов. Я всем осталась очень довольна... Ой, мамочки, вот это я уже, по-моему, разучилась делать. Какое-то пятно поставила. В общем-то, родами я осталась очень своими довольна. Я считаю, что действительно они у меня очень легко прошли. Ну вот то, что было дальше, это, конечно, гораздо все сложнее, чем роды. Знаете, я бы еще 10 раз через роды прошла, чем через первый месяц с ребенком. Изначально у меня был настрой очень такой боевой, типа я подготовилась, я знаю, что делать с ребенком. Нельзя сильно создавать там комфортные условия, ходить на цыпочках. Надо, чтобы ребенок приучался к бытовому шуму, чтобы хорошо спал. И, в общем-то, с этого все и началось. Ну, те, у кого есть дети, те знают, что новорожденные, они, да, они очень хорошо спят первые несколько дней, когда они отдыхают от родов. А потом начинается веселье. И я действительно так офигела вообще от того, что начало происходить. Во-первых, мне кажется, у меня после родов действительно играли гормоны. Потому что всю беременность я вообще не ощущала, что что-то поменялось. Я себя чувствовала обычно. После родов меня так штормило. У меня, скорее всего, была послеродовая депрессия. Потому что я и плакалась, и злилась, и разные дурацкие мысли там у меня были. Типа, что это слишком тяжело, зачем я на это пошла вообще. И ребенок вот действительно мало меня радовал первый месяц. И я вот это специально хочу сказать, потому что я наверняка не единственная на свете женщина, кто сталкивается со всеми этими эмоциями после родов. И, конечно же, как только посещают голову такие вот мысли, ты сразу начинаешь считать себя хреновой матерью. Это я одна вот такая вот размазня. Это, наверное, со мной что-то не так. И, в общем-то, начинаешь вот себя грузить все дальше и дальше и дальше. У нас с пятого дня начались колики еще, и она вела себя ужасно беспокойно. То есть, если у нее были открыты глаза, она плакала. И причем плакала сильно. Поэтому она не плакала только, когда она была на груди, либо когда она спала. А спала она очень мало, и я не могла ее вообще никак успокоить и вот именно утрусить спать. Вот не получалось у меня. Вот что я не делала, как я ее не трусила, не носила, ни там ничто я с ней не делала. Она плакала всю дорогу. И вполне возможно из-за того, что я была таким комком стресса, она вот так вот себя тоже беспокойно вела. Потому что мы даже эксперимент проводили. Я ее там, не знаю, минут 20 там пытаюсь как-то укачать, успокоить. Она вообще ни в какую не успокаивается. Я ее передаю Никите за 2 минуты тихо, ребенок спит. Потому что Никита, он всегда вот сохранял вот этот какой-то позитивный настрой. Особенно первые дни он вообще, боже, она такая красивая, она такая классная, она такая, она такая, 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 такая. У него были просто влюбленные очарованные глаза. И до сих пор, кстати, он так себя с ней ведет. Если я там, бывает, что-то бешусь там или еще что-то, у него всегда такой вот безумно влюбленный взгляд. Теперь хайлайтер этот от Avon возьму. Этот хайлайтер, кстати, вообще ни разу не подходит под макияж глаз. Потому что он какой-то золотисто-зеленоватый даже. Первый месяц я была в жуткой депрессии. Мне все время казалось, что что-то не то. С ребенком что-то не то. Возможно, она так плачет, потому что что-то именно, ну, как бы в плане здоровья, наверное, что-то не то. О, мне все говорят, да ты посмотри, там у тебя родился здоровый полностью ребенок. Вообще все врачи тебе все говорят, что все хорошо, что ребенок плачет. Он как бы, ну, это естественный процесс. Я нету, она, наверное, не наедается. Может быть, я ее не кормлю. И, кстати, вот это отдельная тема по поводу не наедается. Ой, сколько много женщин вообще с этим сталкивается еще в роддоме. И скольким сразу поганят грудное вскармливание. Что, кстати, я вот вам хочу посоветовать. Если вдруг вы беременны первым ребенком, вы еще не сталкивались с этим вопросом, и вы планируете кормить грудью, вот первое, что вы сделаете, еще когда вот приближается срок ваших родов, это оплатите консультанта по грудному вскармливанию, чтобы этот человек пришел еще в роддом. Или там в первые дни, когда вы будете дома, вот прям в первые дни. А лучше даже в роддом. Для того, чтобы отработать позы для кормления, чтобы не появлялись трещины, чтобы не было дискомфорта, чтобы сразу, если вы до этого этот вопрос не изучали, а я, в принципе, старалась изучать, но пока я с этим не столкнулась, эти знания как-то не откладывались у меня в голове. Или если, например, у вас какая-то беременная подруга или сестра, я не знаю, вот не покупайте в подарок там какие-то шмотки, игрушки, вот купите визит консультанта по грудному вскармливанию. У меня все, конечно, было печально, потому что я изначально руководствовалась только теми знаниями, которые я получила в интернете бесплатно. Мне казалось, я правильно ребенка прикладываю, что все хорошо. Хайлайтер, кстати, этот хоть и сияет, ну и не могу сказать, что мне сильно нравится. Вот эта его зеленца мне немного не туго. Для бровей, кстати, буду использовать пудру для бровей. Ошибка заключалась в том, что я заработала себе конкретную трещину и было настолько больно кормить, что я каждый раз, когда ее прикладывала, я реально плакала. Вот мне было очень больно. И дальше следующая моя ошибка заключалась в том, что я опять на этом моменте не вызвала консультанта, а я решила сделать одну из самых больших глупостей, наверное, в этом плане. Я решила дать груди зажить хотя бы сутки, посцеживать ее молокоотсосом, покормить ребенка тем, что я сцеживаю, и сутки полечить, помазать всеми мазями. Хотя я мазала и до этого, но ничего не заживала. А ничего не заживала, потому что я ее неправильно прикладывала. Пока я вот это играла с вот этим типа заживлением, у меня начался мастит. У меня температура поднялась 38,3, по-моему, у меня были жуткие боли в груди. Поехала я к врачу, мне там выписали сразу антибиотики, естественно. И да, пришлось мне лечиться. И что самое ужасное, это то, что вот после мастита в этой груди у меня однозначно меньше молока. Сказали, ну, как бы старайся, чтобы вообще там локсация не закончилась. Но уже как бы из-за мастита просто отмирает там количество альвеол определенное. И уже ничего не сделать, вот просто ничего не сделать. Поэтому если вы планируете кормить грудью, или если вы знаете, что человек, которому вы хотите сделать подарок, хочет, планирует кормить грудью, вот консультант, это очень важно с первых дней, для того, чтобы не допускать ошибок. И очень многие пугаются вот именно того, что ребенок не наедается. Особенно в роддоме еще любят тоже прессинг какой-то включить. У вас ребенок не наедается, нужно срочно вводить смесь. Как же вы, что там этого молозива вообще? Оно все фигня. Вот смесь, это ж то, что нужно, в общем-то. А так как опыта нет с первым ребенком, то, естественно, пугаешься. Но, слава богу, я довольно упертый человек. Я хотела остаться на грудном скармливании. И пока, фу-фу-фу, конечно, неизвестно, как будет дальше. В любой момент все может обернуться как-то задом. И все прекратится. Или что-то случится, я не знаю. Но пока получается. Короче говоря, из-за моей упертости я все-таки сохранила это все дело. Но я знаю, что очень многие не сохраняют. Хотя планируют кормить грудью. Это, кстати, вот я взяла Эйвановский гель. Оттенок у него Deep Brown. Ну, гель, кстати, такой нормальный. Он немножко весковатый, правда. Его видно на бровях. И второй совет будущим мамам. Если вы планируете кормить грудью и будете переживать, что ребенок не набирает вес, что не наедается и так далее. Первое, это заказать консультанта по грудному вскармливанию. И второе, купить или взять в аренду. Или найти у кого-то из своих знакомых, родственников детские весы. Я каждый день взвешиваю свою дочку. И я, вообще, вот это у меня отпала напрочь. Мысль о том, что наедается она или не наедается. И вот последнее, кстати, мне осталось на губы что-то нанести. Вот у меня есть вот такой вот обалденный просто блеск от Avon. Тоже Show Glow. Оттенок Rose Quartz. Я его просто на губы нанесу. Колики, это, конечно, ужасная вещь. И, как я и сказала, вот первый месяц она постоянно кричала. Это для меня был такой стресс. У меня моего времени было ровно пять минут. Когда ее кто-то держит, я могла быстро сбегать в туалет, запихнуть в себя какую-нибудь еду, побыстрее, побыстрее, в стрессе, вот так вот как-нибудь, вот просто давясь этой едой, заглатывая ее. И потом бежать к ней назад, там ее укачивать или ее кормить. Спала она тоже на мне только и днем и ночью. Потому что каждый раз, когда я пыталась ее переложить, даже не то, чтобы в кроватку переложить, а просто даже вот на матрас себя спустить и на матрас положить. Она моментально просыпалась и начинала очень сильно плакать. И у меня это вызывало такой стресс. Вот я реально, я сейчас об этом думаю. У меня эмоции находят, опять слезы наворачиваются. Мне было очень тяжело. Вот реально очень невероятно было тяжело. Я совершенно не спала, потому что, ну вот как бы представьте, да, на вас постоянно ребенок. И вот ты вот в таком состоянии боишься дышать просто, чтобы этот ребенок не проснулся. Потому что если он проснется, опять начнутся крики. И эти крики я просто не могла выносить. И часто, когда она засыпала там на час, на полтора, мне говорили, ну она ж крепко спит, возьми ее, переложи и пойди там чай попей. А я, нет, нет, я морально отдыхаю, я не могу. Я просто вот психологически я не могу это сделать, потому что я понимаю, что если я это сейчас сделаю, я ее переложу и она проснется, я не выдержу еще там час, полтора, пять этого крика. Вот просто морально я его не выдержу. Естественно, выдерживала, и как и все. Так, ну это, как я и говорила, этот блеск, ну вот просто ни разу не подходит вот этот макияж. Ну он такой полупрозрачный. По ощущениям, кстати, приятный, как маселка. Он абсолютно нелипкий, поэтому достану свой любимый ньют. Но, слава богу, мы это пережили, мы это побороли. Колики тоже, я надеюсь, мы побороли, потому что вот второй месяц, это просто небо и земля по сравнению с первым месяцем. Сейчас у нее появилось уже спокойное бодрствование. Понятное дело, что она все равно плачет, но это уже совершенно не то же самое. Это, ну как бы обычный плач ребенка, там, если где-то что-то, я не знаю, она голодная проснулась. Или, не знаю, ей хотелось покакать, и вот как бы она перед тем, как покакать, там, 10 минут поплакала, потому что ей там мешало. И вот после первого месяца, когда у нее начали проходить вот эти вот колики, у нее появилось хотя бы какое-то спокойное бодрствование, я, наконец-то, переборола страх и начала класть ее в кроватку спать. И с того момента поменялось все, потому что я начала более-менее высыпаться. Она, кстати, начала, ну так, относительно неплохо спать, хотя я все равно не представляла, что нужно делать для того, чтобы какой-то режим у нас появился. То есть единственный режим, которого я смогла добиться вот после первого месяца, первые дни вот эти вот, это то, что она очень плохо спала сразу после ночного пробуждения. Потом я ее там пару раз кормила, как-то что-то я там с ней пыталась, не знаю, как-то развлекать, там, какие-то массажи делать и так далее. Но она все это время все равно нормально не спала. А потом я ее брала в коляску, шла с ней гулять, и она засыпала на добрых там от двух часов до, бывало, вообще пяти, даже больше пяти часов она, бывало, спала в коляске. И мне казалось, все, я уже достигла классных результатов, ребенок у меня спит, я отдыхаю в это время. Но потом я поняла, что это, конечно, все тоже неправильно. И потом я для себя открыла еще одного чудесного человека. Опять-таки, вот если вы планируете стать мамой в ближайшее или там не в ближайшее время, то я очень тоже советую вам после консультанта по грудному вскармливанию сразу заказать еще консультанта по детскому сну. Потому что для меня, у меня просто открылись глаза. Я поняла, как вообще строится режим маленького ребенка. То есть, сколько он должен бодрствовать по часам для того, чтобы не перегулять, и потом его легко было уложить спать. Сколько он должен спать, чтобы не выспать свою дневную норму слишком, переспать, и потом не спать ночью, например. И вот сейчас, в данный момент конкретно, я уже неделю работаю с консультантом по детскому сну. Мы налаживаем режим Эмилии. И, вы знаете, мне кажется, у меня получаются неплохие результаты, потому что сейчас ребенок очень предсказуем. Вот просто это, знаете, как высшая математика. Я по часам знаю. А, она проснулась. У меня есть ровно час ее бодрствования. Когда она будет в хорошем настроении, когда она будет лежать там в люльке, там что-то махать руками, играться, общаться со своими игрушками. После этого, если я не успею ее уложить вот за этот час, то она начнет плакать, и потом ей сложнее будет уснуть. И она будет тоже, у нее такой поверхностный сон будет, она будет постоянно просыпаться, вот эти глаза постоянно туда-сюда. Короче говоря, сейчас я вот просто, знаете, действительно все по часам, очень четко. Так, она проснулась. Так, мы делаем это, это, это. Сейчас мы, например, там с самого утра я этот час беру для себя, приготовлю там себе завтрак, немножко там, не знаю, умоюсь, там посмотрю на себя в зеркало и так далее. Она лежит вообще, ей ничего не надо. Она даже на меня не смотрит. Ей не интересно вообще, чем я занимаюсь. Потом, например, я вижу, а, минут 40 уже прошло, все, я иду, ее пеленаю, начинаю ее кормить. И в течение 20 минут, я смотрю, она уже хлопает глазками, уже засыпает. И потом я ее, когда она отключается от груди, я ее там чуть-чуть подкачаю, положу в кроватку, она спит. И вот так вот приблизительно вот эти вот сны, сколько ей нужно по норме, она, в принципе, отсыпает хорошо. Ночью тоже сейчас, слава богу, стало более-менее все понятно. Она спит достаточно длинными промежутками. Вот сегодня конкретно она первый промежуток спала 4,5 часа, второй промежуток она спала 3,5 часа. Это вообще, это просто сказка в плане того, чтобы высыпаться, потому что были ночи, когда она просыпалась каждые 40 минут, например. И вот я просто сходила с ума, я не знала, что с ней делать, кроме как кормить. И у меня такое впечатление, что у меня грудь просто была таким разъяренным каким-то, раздраконенным каким-то куском мяса, который был нализан, накусан и так далее. То есть мне действительно было неприятно это делать, я имею в виду кормить грудью. Но вот после того, как врубаешься, начинаешь врубаться в эту всю систему, как это все строится, то тогда становится гораздо легче. Поэтому, в общем-то, да, совет тем, кто планирует стать мамами. И даже если у вас есть маленький ребенок, и вы вот тоже сейчас офигеваете просто от того, что он нифига не спит, сразу ищите консультанта по детскому сну. Я вам говорю, это облегчит вашу жизнь в миллион раз. Не покупайте какие-то дорогие укачивающие центры, не покупайте шмотки, не покупайте игрушки, не покупайте там, я не знаю, еще какие-то сонные игрушки, какую-то еще хрень. Вот просто-напросто вот эти два человека, консультант по грудному вскармливанию и консультант по детскому сну, это те люди, которые улучшат качество вашей жизни просто на миллион процентов. И важно тоже найти, конечно, хороших экспертов, потому что, может быть, вы там кого-то заказывали, и вам не понравились результаты. Но я конкретно столкнулась с тем, что у меня все стало значительно лучше, и слава богу. Ну что ж, на этом я, наверное, буду заканчивать, потому что, мне кажется, и так видео получилось офигеть каким длинным, а завтра я знаю, что мне его еще монтировать, и на это тоже нужно найти время. Поэтому, наверное, я буду стараться сейчас снимать приблизительно одно видео в неделю. Мне кажется, это пока я потяну. И сразу хочу сказать, не все видео будут о материнстве, о том, как что происходит сейчас в моей жизни. Будут, конечно, видео о косметике в основном, потому что я не хочу превращать этот канал в мамский, как часто это происходит. Нет, ну, иногда, конечно, хочется, знаете, выговориться вообще, выговориться, и как-то поделиться, наверное, своим опытом, послушать ваш опыт тоже. Спасибо, что послушали меня, это в истории тоже сохранится. Если вы впервые на моем канале, то, конечно же, подписывайтесь, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И, как я и сказала, в основном здесь косметические видео, они такие. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть еще другие мои видео. Если вы их не смотрели, обязательно посмотрите. А если смотрели, то я надеюсь, что мы с вами увидимся очень скоро в моем новом видео.